Сегодня на легендарном крейсере «Авроры» начались большие перемены. Военный экипаж должен покинуть судно, офицеров заменят гражданскими специалистами. Это связано с тем, что в ближайшее время корабль, ставший символом Октябрьской революции, поменяет статус. Из боевой единицы Балтийского флота он превратится в музей, каковым по сути является уже давно. ВМФ заявляют, что на сохранность крейсера нововведения не повлияют. Содержать и обслуживать корабль будет, как и прежде, Балтийский флот, а директор музея назначит действующего военнослужащего из числа опытных офицеров. Илья Федосов узнал, что сейчас происходит на «Авроре». Те, кто ожидал сегодня увидеть моряков «Авроры» с троем под оркестр покидающих свой корабль, испытали горькое разочарование. Да, приказом главкома с этого дня экипаж корабля, состоящий из военнослужащих, расформировывается и заменяется гражданскими специалистами. Но ожидать, что это произойдет мгновенно, значит не знать флотских традиций. Мы должны провести экспертизу, посмотреть все ресурсы. И этот вопрос будет плановый, здесь не требуется спешки, здесь будет плавный переход. Но я думаю, что это не меньше двух-трех месяцев. Смена экипажа «Авроры» вызвала бурную полемику. Рядом с кораблем проходили митинги, но, как выяснилось, приказ главкома людьми, не относящимися к флоту, в большинстве своем был понят неправильно. «Аврора» не переходит в частную собственность. Более того, она остается на балансе Балтийского флота. Просто юридически переводится в музейное подразделение Министерства обороны. Андреевский флаг как поднимался, так и будет подниматься на крейсере «Авроры». Но только теперь даже он будет подниматься еще с большим воспитательным аспектом, потому что предписано поднимать флаг ежедневно подразделению Нахимовского училища вместе с тем экипажем, который будет. В акциях против перевода «Авроры» в гражданский режим несения службы участвовали представители разных политических движений. Оказалось, что и роль «Авроры», как корабля-музея, тоже многие понимают неправильно. На 60% тот крейсер, что стоит у Нахимовского училища, новодел. Заменена подводная часть полностью перепланированной помещения. Самая знаменитая носовая пушка крейсера «Аврора», грамотно говорить, баковое орудие, на самом деле не имеет никакого отношения ни к Цусимскому сражению, ни к Октябрьской революции. Оригинальных пушек на крейсере «Аврора» не осталось. Артиллерия здесь менялась трижды. Но когда было решено сделать из крейсера символ революции, без носового орудия было не обойтись. Поэтому в Кронштадте нашли эту пушку, примерно соответствующую той артиллерии, которая стояла на крейсере изначально, и установили здесь на баке. Но любой специалист сразу заметит, что укреплена она на береговом станке. В 40-е годы было принято политическое решение поднять полузатопленный крейсер и сделать из него памятник участию моряков в революции 1917 года. Силуэт корабля стал одним из советских брендов. Но даже в то время символ революции был совершенно небоеспособен. Поэтому моряки говорят, что выражение «боевая единица флота» по отношению к «Авроре» некорректно. Так нельзя называть крейсер, который хотели списать еще в 1936 году. Тем не менее, это все-таки корабль, то есть сложнейшее инженерное сооружение. И усилиями музейных старушек-смотрительниц на плаву его не удержать. Посмотрите, медяшка. Простая уборщица может драйвить медь? Меня этому три года в училище учили, пока я хоть научился, как это делать. Поэтому новый музейный экипаж будут набирать из моряков, офицеров и старшин запаса. Желательно тех, кто проходил службу на «Авроре» или на боевых кораблях. Это машинное отделение крейсера «Аврора». Здесь будет проходить так называемый кастинг будущих музейных сотрудников корабля. Они должны будут доказать знания корабельных механизмов. Но не вот этих вот громоздких двигателей, которые не работали со времен гражданской войны, а более современных систем электро- и теплоснабжения крейсера. Командиром крейсера останется действующий офицер военно-морского флота. Наемные работники будут получать зарплату. Ее примерный размер уже определил. Вероятно, кто-то из военного экипажа крейсера не захочет переводиться на действующие корабли. После музейной службы настоящая флотская работа может показаться слишком тяжелой. Но есть и другая точка зрения. Разве может настоящий моряк служить на корабле и ни разу в море не выйти? Илья Федосов, Александр Вицко, Тимур Зеленков, НТВ, Петербург.